Всем здравствуйте, меня зовут Южико Антон и в данном видео мы поговорим о периоде по снижению количества подкожного жира, либо можно сказать проще, просто о сушке и о том, как правильно строить треночный процесс во время данного периода. Период по снижению количества подкожного жира это период, в котором корректируется соотношение жира к мышечной массе. Естественно, в сторону увеличения количества мышечной массы за счет того, что идет снижение количества жира. В данном периоде необходимо снижать количество подкожного жира до определенных показателей. Продолжительность данного периода может быть от 4-5 и до 10-20 недель. Обычно, чем дольше идет данный период, тем он менее эффективен. Следует понимать, что если не удастся полностью снизить процент подкожного жира до того уровня, который хочется, то не следует очень долго задерживаться на данном периоде. Необходимо пройти какой-нибудь другой период, немного восстановиться и после чего снова приступать к периоду по снижению количества подкожного жира. Ключевым фактором на периоде по снижению количества подкожного жира является диета, а не тренировочный процесс. Именно по этой причине решать на данном периоде можно только одну задачу, это снижать количество подкожного жира. Про набор мышечной массы либо про развитие физических качеств на данном периоде даже не может идти речи. Также следует понимать, что на сушке при натуральном тренинге всегда будет уходить мышечная масса. Поэтому тренировочным процессом решаются две основные задачи. Это сохранение мышечной массы и увеличение трат калорий. Тем самым жир будет уходить быстрее. В первую очередь мышцы уходят из-за дефицита калорий и организм перестает тратить калории на рост мышечной массы. А когда идет сильный дефицит калорий, организм может разрушать мышцы, использовать те аминокислоты, которые он получит с этого, на энергообеспечение. Также мышцы могут разрушаться при очень интенсивной нагрузке на тренировки из-за повышенного катаболизма. Сам катаболизм не так страшен, во время набора мышечной массы, либо развития физических качеств, по той причине, что идет избыточная калорийность и мышцы все равно будут восстанавливаться и расти. А на сушке уже очень важно, то будет ли сильный катаболизм, либо его не будет. Поэтому тренировочный процесс необходимо строить так, чтобы, во-первых, чтобы не было избыточного закисления, которое ведет к накоплению молочной кислоты и разрушению клетки, а также к повышению уровня кортизола. Именно по этой причине тренироваться надо непродолжительно и выполнять все упражнения кругами, а не классическими подходами. Время тренировки желательно сократить до 30-50 минут, в зависимости от уровня вашей подготовленности. Чем более подготовленный человек, тем можно тренироваться дольше, можно тренироваться и 50 минут относительно интенсивно. Если человек имеет невысокий уровень подготовленности, то будет достаточно и 30 минут. Чаще всего это два-три круга, в зависимости от количества упражнений. Упражнения идут кругами по той причине, что, когда мы выполняем классические подходы, идет очень большое закисление мышцы от одного подхода к следующему. Когда мы строим тренировочный процесс кругами, отдых между одним упражнением идет относительно длительно. Чаще всего это примерно 10 минут. Тем самым мышца может полностью раскислиться и уже следующий подход не будет вести к избыточному закислению и разрушению клетки. Теперь мы поговорим про построение тренировочного процесса. Круговая тренировка отличается от обычной тем, что здесь нету двух-трех круга упражнений, как, к примеру, на подготовительном цикле, или нет объединения двух-трех упражнений, как при наморе мышечной массы. Здесь объединяются все упражнения, будь их 6, либо там 12-15, и выполняются по очереди. Обычно могут быть от 3-4 и до 10-15 упражнений. А вот количество кругов уже зависит не от упражнений, а от времени. К примеру, если это 4 упражнения, то может выполняться и, к примеру, там до 5-7-8 кругов, если мы будем входить в 50 минут. А если это 15 упражнений, в таком случае может присутствовать всего 2 круга упражнений. Количество тренировок в неделю будет напрямую влиять на то, насколько сильно будет тратиться калории и уходить жир. Поэтому чем больше тренировок, тем лучше. В среднем это может быть от 4-5, также до 6-7 тренировок в неделю. Тренироваться в таком режиме можно практически каждый день. Так как нагрузка идет не очень большая, и упражнения выполняются в основном только для того, чтобы потратить калории, мы можем выполнять их практически каждый день. Теперь мы поговорим о количестве повторений. Выполнять необходимо примерно от 7 до 12 повторений. По той причине, что меньше 7 повторений необходимо будет поднимать большой вес, а здесь вес не должен быть большой. Также маленькое количество повторений не будет тратить большое количество калорий. А больше 12 повторений может вести к избыточному закислению мышцы за счет накопления молочной кислоты. Поэтому лучше ограничиться примерно 12 повторений. И весь треночный процесс и строится в 7-12 повторах. Вес, с которым необходимо работать, должен быть умеренный. Примерно от 40 и до 60% от персонального максимума. Если мы говорим о 7 повторениях, то может быть ближе к 60%. Если это 12 повторений, то это ближе к 40%. Также следует понимать, что во время круга важно отслеживать пульс. Пульс не должен превышать 150-160 ударов в минуту. А желательно он должен находиться в отметке 140 ударов в минуту. Так как если будет сильно большая интенсивность и очень сильно будет повышаться пульс, это может вести к закислению миокарда, что также плохо. Именно по этой причине, если вы чувствуете, что вам легко выполнять упражнение, но идет очень большой, но очень сильно увеличивается пульс, то лучше делать упражнение немного легче и оставаться в пульсовой зоне до 140 ударов. Пример тренировочной программы, которую вы можете увидеть сбоку от меня. Разберем мы всего лишь один день. Первое упражнение это приседания. Как вы видите, все упражнения идут многосуставные. И большее из них преимущественно со свободным весом, либо со штангой. Это необходимо для того, чтобы вовлечь максимальное количество мышечных групп и потратить максимальное количество калорий. Повторения варьируются от 8 до 12 повторов. Также отдельно после тренировки необходимо выполнять кардио. Кардио выполняется от 20 до 40 минут. Как правильно выполнять кардио, на каких тренажерах, когда лучше его делать, вы можете посмотреть в отдельном видео. Теперь мы поговорим о циклировании нагрузки в данном периоде. В периоде по снижению количества подкожного жира основное циклирование нагрузки идет по упражнениям, кругам и повторам. Также по весу. Отдельно можно и циклировать нагрузку по количеству тренировочных дней. Чем больше будет тренировочных дней, тем больше будет нагрузка. В отличие от периода по набору мышечной массы, отпадает такой вид циклирования, как комбинация мышечных групп. Так как за одну тренировку тренируется все тело. Также отпадают все методы повышения интенсивности. В данном периоде они не используются. Теперь мы поговорим о количестве тренировочных дней. За одну неделю могут выполняться от трех и до семи тренировок. К примеру, в одну неделю можно сделать большее количество тренировок и немного увеличить калорийность. А на следующую неделю можно уменьшить количество тренировок, уменьшить количество кардио, но сильнее урезать калорийность. Тем самым немного восстановится мышца, нервная система, но при этом будет более сильный недостаток калорий из питания. Тем самым жир также будет уходить. На следующую неделю можно уже есть немного больше, но при этом уже увеличить количество тренировок. Упражнения. Изменяя упражнения от недели к неделе или даже от тренировки к тренировке, мы можем каждый день вовлекать те двигательные единицы, которые не были вовлечены в прошлую тренировку. К примеру, на одной тренировке, когда выполнялся жим лежа, мы его выполняли на горизонтальной скамье. На следующую тренировку мы уже будем выполнять жим лежа на наклонной скамье вверх головой. Тем самым мы вовлечем в работу более свежие двигательные единицы, преимущественно вверхогрудных мышц. Тем самым мы более свежей частью мышцы будем выполнять нагрузку. Тем самым мы можем все время тренироваться более эффективно, чем если мы будем выполнять каждую тренировку одни и те же упражнения. Точно так же мы можем варьировать и с количеством кругов, повтором и весом. На первую неделю мы уже сделаем 60 кг на 8 повторений. На вторую неделю мы можем сделать 50 кг на 12 повторений. На третью неделю снова повысить вес до 55 кг, но уменьшить с 12 повторений на 10. Тем самым мы будем циклировать нагрузку по весу и повторениям. Более подробный пример по циклированию нагрузки вы можете посмотреть в пособии по натуральному тренингу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь это видео было познавательным и полезным. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ваши вопросы вы можете задавать как у меня в группе ВКонтакте, так и в комментариях на Ютубе. Всем спасибо за просмотр. До свидания.